Приветствую вас, Илья. Давайте разберемся с тем, что вы написали, и начать мне бы хотелось с того, что вы пишите, что у вас проблемы с родителями. Как вы понимаете, проблема с родителями является вашей. То есть это ваша проблема с родителями. Именно вы испытываете определенную проблему с родителями. Нам с вами важно понять, что это за проблема. Нам с вами важно понять, что для вас является проблемой с родителями. Вот именно конкретно для вас, что является проблемой. Вот. Потому что именно то, что вы воспринимаете как проблему, сильнее всего отравляет вам жизнь. А руган с родителями. Вот. Это уже скорее вторично. По крайней мере так, на мой взгляд, можно вашу ситуацию вот так на скидку описать. Кроме того, также на скидку, можно сказать, что ключиком к пониманию вашей ситуации и ключиком к пониманию, к вашему пониманию самого себя, является то, что вы вносите вклад в эти самые ссоры, то есть вы вносите вклад в конфликт со своими родителями. И вам это для чего-то нужно. Почему-то вы это делаете. И вот то, что нужно, по крайней мере, совершенно очевидно желательно. Это определить, какой вклад и почему вы вносите в сорок. Если будет понятно этот момент, если будет понятен этот момент, то будет понятно и все остальное. Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Слушай, мне даже не вопрос, а вы даже вопрос как такового не задали, вы просто озвучили ситуацию. Не совсем понятно, какой помощи, с одной стороны, вы ждете, а с другой стороны, не совсем понятно, что вы готовы, в общем-то, делать для решения, ну, для решения проблемы своей. Вот. То есть, готовы ли вы работать, готовы ли вы анализировать, что-то там происходит, готовы ли вы исследовать себя. Свои, ну, свои чувства, свои эмоции, да, свои желания. Вот. Это очень важно. Потому что без данного аспекта, на мой взгляд, не получится к чему-либо прийти. То есть, если наша основная цель, это выработать некую новую модель поведения, которая позволит вам адаптироваться в текущей ситуации, да, и понять, что стоит, к примеру, за конфликтом вашим, вот, что необходимо сделать вот именно так вам. Конечно, выбор за вами, и вы можете не обращаться, но тогда встает вопрос о целесообразности вашего текста и о том, какую конкретно помощь вы хотели бы от нас получить. Вот. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, если у вас остались вопросы, пишите в личку. Пишите в личку, буду рад помочь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 察 contractors. Продолжение следует...